Тем временем национальный парк Зюраткуль станет охраняемой территорией с международным статусом защиты ЮНЕСКО. Первый биосферный резерват также включит в себя территории соседнего Башкортостана, природный парк Керемель и государственный заказник Уралтау. Такое решение приняли экологи Южного Урала и их коллеги из соседней республики. Сейчас на территории России 41 биосферный резерват. Новый будет делиться на три зоны, каждый из которых имеет особый режим охраны. Первое ядро, куда войдут существующие на территории обоих субъектов охраняемые природные территории. Вокруг них расположится буферная зона, там разрешат развивать экотуризм и вести хозяйственную деятельность. Третье зона сотрудничества, где возможно строительство дорог и отелей. Руководство национального парка Зюраткуль полностью поддерживает идею создания резервата. Считают, что во-первых, это послужит дополнительной защитой природных богатств, поможет взаимодействию с коллегами из разных регионов и стран, а кроме того, участие в программе ЮНЕСКО даст возможность претендовать на получение международных грантов и попасть в программы, нацеленные на сохранение природных ресурсов. На Зюраткуль не был, но до Челябинска добрался. В южноуральскую столицу приехал известный ультрабегун Тони Манган. Всему миру ирландец стал известен благодаря своему кругосветному путешествию. За четыре года на своих двоих он набежал весь земной шар. Вот только из-за отказа китайской визе ему пришлось скорректировать маршрут, и в столицу Южного Урала бегун не попал. Но мечту побывать в Челябинске Тони не оставил. Специально для ирландского гостя экскурсию по главному музею города провела Анастасия Мельникова. Своё кругосветное путешествие Тони Манган начал в октябре 2010-го в Дублине. За четыре кругосветных года ирландец побывал в Америке, Австралии, Ирландии, Новой Зеландии и Азии. На вопрос, почему обогнуть земной шар, он решил бегом, смеётся и отвечает, чтобы увидеть мир своими глазами и ничего не пропустить. Когда ты путешествуешь на поезде, к примеру, из Челябинска в Москву, это всего лишь один день, и весь этот день ты спишь. А если ты бежишь, это занимает примерно два месяца. Но за это время ты знакомишься с людьми, с культурой, с местными особенностями. Четыре года и пятьдесят тысяч километров. По словам Тони, кругосветное путешествие стало для него испытанием. Проблемы со здоровьем, резкая смена климатических и часовых поясов. Несмотря на все трудности, признаётся бегун, хороших моментов в его приключении было, конечно же, больше. Это путешествие сделало меня более терпеливым. Я понял, что большинство людей недобрые, отзывчивые и всегда готовы помочь. Есть, конечно, и плохие люди, но их очень мало. Добрых определённо больше. Челябинск Тони Манган сравнил с Дублином. Говорит, когда-то столица Ирландии тоже была крепостью. Да и погода на Южном Урале уж очень сильно напоминает климат сурового острова. Челябинск мне очень нравится. Сейчас погода здесь очень похожа на погоду в Ирландии в январе. Но я думаю, зимой у вас будет холоднее, и люди у вас очень дружелюбные и улыбчивые. Кругосветное путешествие ирландцев вдохновило миллионы людей по всему миру. Тони этому очень удивляется. Говорит, человек должен вдохновлять себя сам, находить в себе силы и быть готовым преодолевать трудности. Сейчас у меня есть четыре мировых рекорда, и всё это благодаря дисциплине и труду. Я считаю, что главное, чтобы человек был голодным, чтобы ему хотелось делать что-то новое. И тогда каждый, и те, кто находится сейчас здесь, может сделать всё, что угодно.